Институт Pantone назвал главный цвет 2022 года. И казалось бы, Катя, покажи цвет, и на этом видео можно заканчивать, но нет. Сейчас мы поговорим, для чего нужно знать, какой цвет выбирать Pantone, как вы это можете использовать, и какая еще интересная информация есть на этом сайте. Let's go! Всем привет, меня зовут Катя Бабаш, и ты на моем канале о создании и продвижении контента. И здесь я очень часто говорю о трендах. О трендах Instagram, о трендах визуалах, о трендах фотографии. И сегодня мы поговорим с вами о самом главном цветовом тренде на 2022 год. И это цвет Very Perry. Впервые Институт Pantone создал специальный цвет, а не взял уже из существующих. И он называет это новым цветом синего. Я, конечно, может быть, не сильно разбираюсь в цветах, но для меня это приятный фиолетовый. А я довольно хорошо разбираюсь в фиолетовом цвете, потому что это мой любимый цвет. Как вы можете видеть по подсветке, по цвету моего ноутбука, по цвету моей чашки, которой у меня сейчас нет. Ну, короче, это, я считаю, фиолетовый. Как мы можем это использовать в нашем контенте? И не важно, вы дизайнер платьев, вы делаете визуал для Инстаграма, вы ведете какую-то социальную сеть для какого-то бренда, по-любому вы будете использовать цвета Pantone в этом и следующем году. Во-первых, можно прекрасно посмотреть, как при помощи цвета можно влиять на эмоции. Вот что сам Pantone говорит о цвете, который он выбрал на 2022 год. Поскольку сообщество продолжает осознавать, что цвет является важной формой общения и способом выражать и влиять на идеи и эмоции, вовлекаться и общаться, сложность этого нового синего оттенка с красно-фиолетовым привкусом подчеркивает огромные возможности, которые открываются перед нами. Немножко замысловато, не так ли? Однозначно этот цвет будет появляться в нашей жизни, хотя бы потому, что теперь мы будем его больше замечать, потому что Pantone нам сказал, что это цвет следующего года. Во-вторых, кроме того, что каждый год Pantone нам выбирает цвет, в прошлом году это было два цвета, вот этот и этот, в этом году у нас вот этот прекрасный один цвет, Pantone постоянно проводит исследования тех тенденций и тех трендов, которые зарождаются в мире. И нас с вами интересует то, что будет модно в следующем году. Поэтому я вам рекомендую пользоваться сайтом Pantone не только раз в году в декабре, когда он объявляет цвет года, а в принципе постоянно. Модные цвета вы можете использовать не только в шрифтах и дизайне, в оформлении своих каких-то буклетов, сайтов, инстаграмов и так далее. Но также, например, если вы фэшн-дизайнер, если вы интерьерный дизайнер, все, что оформляется при помощи цветов, может обращаться к этому сайту. Я хочу обратить ваше внимание на подборку, например, фэшн-трендов. Как я уже говорила, что в следующем году у нас уже не будет таких темных визуалов в инстаграме, все становится гораздо ярче. Собственно, это видно и по цветовым трендам, которые были на показах в Нью-Йорке и в Лондоне. Все станет гораздо веселее. Хочу еще обратить ваше внимание на классическую палитру весна-лето 2022. Вам может показаться, что, например, подборка из Лондона и подборка из Нью-Йорка абсолютно идентичны, но нет. У каждого цвета разные названия, разный номер, и они, хотя и выглядят очень одинаково, они все-таки немножечко разные. Обращайтесь к этим палитрам и, в принципе, к подборкам с сайта Pantone, если вы занимаетесь одеждой, макияжами, если вы, опять-таки, занимаетесь визуалом, дизайном. Еще раз повторюсь, что этот сайт очень полезный и нужен вам не раз в год, чтобы определить один-единственный цвет, который вы, скорее всего, не будете носить. И, возможно, даже не будете использовать. На первый взгляд, может показаться, что цвет Pantone — это просто маркетинговый ход, который Институт Pantone придумал 21 год назад, в 2000 году, для того, чтобы привлечь и к себе больше внимания, но и, в принципе, заработать на этом больше денег. Но, с другой стороны, это классная идея и возможность привлечь больше внимания и больше эмоционального вовлечения именно в работу с цветом. Поэтому, даже если вы не собираетесь использовать этот цвет в повседневной жизни, но вы занимаетесь дизайном и визуалом, однозначно вам стоит обращать внимание на то, как цвет влияет на человека, то, по какому принципу Pantone выбирает свой цвет и какое сообщение он им несет. Потому что, 100%, в следующем году мы увидим с вами этот цвет не в одном дизайне, от текстиля до производства автомобилей. Пиши в комментариях, как тебе новый цвет Very Perry. Я думаю, что он мне очень сильно понравится, потому что я уже практически пользуюсь таким цветом довольно давно. Не забывай подписываться на канал и до встречи в следующих видео. Пишем. Субтитры сделал DimaTorzok